Вечера в Москве, в одиннадцать вечера в Екатеринбурге и в полдень в Якутске после новостей. Радио России. Радио России. Просвещение. О животных. С Иваном Затевахиным. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Вот мы с вами, люди, относимся к отряду приматов. Мы знаем, что все приматы удивительно ловкие существа, которые умеют пользоваться руками. Но если мы чуть-чуть начинаем крутить, как говорится, головой, смотреть по сторонам, то оказывается, что ловкие ручки не только у приматов. Но и у представителей, скажем, такой группы, как грызуны, которые вполне умело работают руками. Например, всем известны фото и видео с бобрами, которые что-то там держат, веточки какие-то в руках и ловко их надкусывают. Или с крысами, которые чем-то там манипулируют. И вот о том, почему животные вообще приобретают такие свойства и откуда это у них, я об этом хочу поговорить с доцентом Московского педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван Игоревич. Итак, про ловкие ручки. Откуда они взялись? И что это вообще такое? Ловкие ручки хорошо, но все-таки мне кажется, что можно даже это все... Такому, может быть, даже более расширенную термину лапки, потому что все-таки, конечно, сравнивать с ручки приматов и лапки грызунов. С определенной точки зрения можно, но приматы, конечно, ушли значительно дальше в плане возможности вот использования ручек. А все-таки грызуны остались на уровне, скажем, еще таких каких-то все-таки лапок. Хотя и грызуны, и приматы оказываются достаточно близкими родственниками, и я думаю, что мы как-то вот нечасто об этом говорим. И для многих это будет такой новостью. Вы знаете, вот это вот умение работать руками, что ли, или лапками, видимо, им обладал какой-то предок общий. Я довольно часто у каких-то групп животных вот нахожу такие специфические общие черты, и мне кажется, что эти черты, они как бы изначально идут от какого-то далекого предка. Ну, например, если брать какие-то парнокопытных, да, то у них у всех такие головы, чемоданы подобные. Бегемоты, ближайшие родичи китов и дельфинов. Сами киты и дельфины, если посмотреть пропорции их головы к их телу, несмотря на то, что эволюция здорово их изменила, да, ну, чемоданы такие огромные. Сюда же можно каких-нибудь там энталодонтов вымерших, которые похожи на свиньи, но они не совсем свиньи, как выяснилось ближе. Они совсем свиньи, но, скажем, больше похожи на свиньи. Да, да, больше похожи на свиньи, они такие бешеные бегемоты, вот так вот назвал, полтоядны. Предки верблюдов, тоже головы как чемоданы были, да, но верблюды посмотреть, если, так сказать, отбросить горд, одно лицо, вот. Это меня унесло сильно от той группы, которую мы с вами обсуждаем. Ведь это же одна группа, да, получается, животных, и вот предок был. А кто еще в эту группу входит, кстати говоря? Если мы будем брать вот наших ближайших родственников, приматы, если мы будем смотреть вот на все, как они, филогенетические древеса, ближайшие к нам это как не протоктально, лучше, как это шерстокрылый. Это есть такой отряд млекопитающих, который питается в Восточной Азии, всего лишь там пара видов. Очень интересная группа животных, планирующая, летающий перепонк располагается, как между передними и задними конечностями, так еще идет к хвосту. И там тоже часть перепонк на плечах располагается, и такое, отчасти напоминающее летягу, но, что называется, ни разу в жизни не летяга. Это вот наши ближайшие родственники. Следующая тоже близлепная группа, которую даже раньше располагали в основании древоприматов. Это такие, ну даже сложно, с кем их можно сравнить, но, наверное, такие немножко напоминающие крышки, с такими длинными хвостами, древесными, которые у нас название Тупай, тоже отдельный отряд наших ближайших родственников. И вот это группа, которая ближе всего располагается к нам. То есть это вот наши, я бы сказал так, братья и сестры. А это так называемые Эоарханты, да? Да, совершенно видимо. Раньше их называли Архонтами или Архонтами, а потом, значит, когда их у нас совсем трех объединили, их назвали как настоящими, истинными Архонтами. И ближайшие к ним Дупа, это то, что в свое время еще было выделено Лимнеем, и он в свое время выделил такой отдельный отряд взлокопитающих, который включал в себя грызунов взаитообразных, ну, еще по каким-то сложным причинам, Карл Лимнеев включил в этот отряд еще и носорогов. И назвал весь этот отряд Глиросов. Ну, носороги потом, естественно, вышли из этого отряда, и вот уже, как бы, совокупность вот непосредственно Эоархонтов и вот непосредственно вот этих самых Глиросов и образовал вкладу, которая носит название Эоархонта-Глиры. Раньше туда еще включали рукокрылых, но все-таки рукокрылые, в конечном итоге, отступили в убийственности в этой кладе, и сейчас вот в эту вкладу входит в зоиднообразные, грызуны, тупайши, а крылы и приматы. Ну, зайцы и грызуны, это все-таки представители отдельных отрядов. Правильно? Да, естественно. Но они ближе друг к другу, чем к приматам, вот так сказать. Да, то есть их можно сказать, грызунообразные их иногда еще называют, объединяя вот непосредственно зайцев и все вот это с распространенными млекопитающими на нашей планете. То есть получается, что таких разных животных, как зайцы, скажем, и шимпанзе, условно, да, или мы люди, один общий предок? Да, естественно. Получается, что все вот эти разнообразные совершенно отряды млекопитающих происходят у некоего какого-то общего предка. Который где жил и когда? Вот это достаточно сложный вопрос, когда он и все жил. Вообще считается, что по молекулярным читам, считается, что где-то приблизительно вот этот предок общий где-то жил в районе от 85 до 99 миллионов лет назад, в позднем меловом периоде. Ого! То есть это все вот эти самые страшные монстры, гиганты, и травоядные, и хищные. Так вам еще тираннозавров даже не было, да? Ну, какие-то были другие гигантские вот эти. Да, и место происхождения, скорее всего, это северное полушарие. То есть это не гандлана, а... То есть это не гандлана.